Сирвенное питание. Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире радио Болтком. Программа «Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари Надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро всем, кто нас слушает. В эфире традиционно по вторникам выходит программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь. И для тех, кто хочет помогать. И ведут ее Ольга Авдевич сегодня. Здравствуйте, здравствуйте все. И я Рита Трошкина. И сегодня мы поздравляем вас с праздником. Сегодня 1 июня. Международный день защиты детей. Мы еще об этом поговорим. Мы очень любим этот день. А в эфире с нами совершенно не случайно гостья. Актриса Рижского русского театра драмы имени Михаила Чехова и наш большой друг Татьяна Лукашенкова. Татьяна, доброе утро. Доброе утро, девочки. Для зрителей, кстати, такая хорошая возможность. В театре мы уже давным-давно не были. А сейчас те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, могут видеть любимую актрису на экране. Да, 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 видеть и слышать, да. И еще попросим что-то потом позже, может быть, для нас какую-нибудь маленькую репетицию провести, да, какого-нибудь маленького импровизированного спектакля. Татьяна у нас не случайный гость, и я уже сказала, что она большой друг «Зеленые лампы». И так как-то получается, что каждый год именно в мае она принимает участие в программе «Зеленая лампа», помогает нам включать программу «Зеленая лампа». Ровно год назад вот она была у нас в студии, и сейчас, видите, вот прошел год, и у нас есть о чем поговорить. И как-то получается… Это была традиция. Да, традиция получается, что после дня рождения, вот Татьяна проходит день рождения, потом она становится гостей нашей программы, и мы как-то так по-человечески, философски осмысливаем какие-то итоги, что произошло за год. Ну, давайте скажем, прежде чем начать беседу, скажем, кому мы сегодня помогаем. Сегодня у нас очень такая важная тема героиня программы – девушка, девушка юная совсем, Заны. Ей 17 лет, ей в конце июня исполнится 18, ну, представляете, какой это возраст, да, то есть надежды, мечты, любовь, все впереди, и можно радоваться всему, что происходит, и что будет, загадывать, что будет происходить. Но у Заны проблема другая. То есть у неё буквально с рождения очень тяжёлое заболевание гортани. И там в статье у нас на сайте Микс Ньюс всё подробно описано, мы сейчас не будем так останавливаться, но суть в том, что с 9 месяцев ей делают операции постоянно, с 9-месячного возраста. То есть практически 18 лет вот она живёт вот в этом состоянии, то есть если ей не сделать операцию удаления полипов с гортани, у неё пропадает голос и дыхание, то есть она начинает задыхаться. И вот она очень любит петь, танцевать, ей очень хочется там заниматься музыкой, но она не может этого ничего делать, так же спортом заниматься не может, потому что любое движение, там, пробежка какая-то любая, она приводит к тому, что девочка задыхается. Ну, в принципе, девочка живёт абсолютно нормальной, полноценной жизнью, потому что вот эту операцию делает, и потом определённый период она возвращается к нормальной жизни, у неё есть романтические отношения, у неё есть молодой человек, то есть у неё есть какие-то свои мечты, друзья. Она очень красивая, кстати, девочка, посмотрите, как принцесса. А на что нужны деньги? Наши врачи вот в определённый момент сейчас, она ещё ребёнок, ей 17, да, будет 18, там пойдёт включаться уже взрослый тариф и такой взрослый подход. Ну, и девочка, она привыкла, что ей постоянно нужны какие-то там процедуры лечения, а потом она пришла домой, залезла в интернет, поизучала, что это такое, и поняла, что это трубка, которая торчит из горла, и с этой трубкой придётся жить. И у неё был шок, и мама говорит, что у неё начали просто на нервной почве вылезать волосы, как она этого, ну, как она представила свою жизнь. А в Латвии нет других вариантов, да. И по согласованию с нашими врачами, мама нашла клинику в Штутгарте, которая готова её принять, да, и где в арсенале есть другие методы и варианты. И вот это серьёзное обследование с назначением дальнейшего лечения обойдётся в 5608 евро. И вот мама обратилась за помощью в благотворительный фонд Be Open для того, чтобы просто как-то, ну, девочки не перечёркивают дальнейшую жизнь, не вставлять эту трубку. А мы съездили в Сигулду, познакомились с этой прекрасной семьёй, ещё чуть позже расскажем. И вы знаете, вот сегодня 1 июня, сегодня первый день лета, и солнечный день такой, и эта история, как бы она ни выглядела, какой бы тяжёлой она ни выглядела, она с хорошим концом будет замечательным. То есть это всё возможно. То есть девочку можно вылечить, девочку можно спасти, чтобы у неё голос не пропадал. Мы, кстати, вот о голосе сегодня поговорим ещё отдельно. Вот, и напоминаем, что наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю для девушки Заны, для 17-летней Заны, чтобы изменить её жизнь к лучшему. И это возможно, ещё раз подчёркиваем. И напоминаем, что сегодня у нас в гостях, сегодня наша гостья Татьяна Лукашенкова, актриса наша любимая. Она вот сидит, очень переживает сейчас, потому что она всегда очень активно включается в проекты «Зелёные лампы». Мы знаем это. Таня, давай начнём. Ну, во-первых, мы на ты, конечно, будем говорить, да? Конечно. Потому что мы так много лет знакомы, и очень хорошо. И давай начнём с Дня защиты детей. Мы договорились с Татьяной, что будем говорить о детях, о детях. Таня, вот в прошлом году уже тоже был карантин, да, начался, но никто не думал, что вот пройдёт год, опять же, в таком же режиме, и нас не выпустят, на волю ничего не изменится. Помпасы. Да, и тогда ты нам рассказала, что ты написала две картины, вот, на карантине, и освоила новый рецепт пирога. А какие, что случаешь, какие достижения у тебя произошли за вот истекший год? Что самое главное? Да, конечно, уже пироги я уже в таком количестве не пеку, потому что моя дочь Даша живёт сейчас на своей квартире, поэтому мне это, ну, как бы, не надо сейчас. Я, 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 и так-то, господи, за это время мы все стали немножечко пирожками. Да, да, да. Поэтому, как бы, здесь. Насчёт картин, иногда я пишу какие-то картины и даю своим друзьям, потому что подарок своими руками – это всегда здорово. Тем более, когда я пишу картину, я вкладываю в неё какую-то любовь, и человеку очень тепло держать в его руках. Ну, а тема... Я стала бабушкой, не побоюсь этого слова. Таня, можно попросить немножечко более направленно, ну, в микрофон говорить? Меня плохо слышно, да? Вот, сейчас очень хорошо, а то звук немножечко уплывает, если вот головой вертеть. Хорошо, я головой не буду вертеть, я просто очень эмоционально всё воспринимаю. В нашей семье появился новый житель, Мия София, прекрасная девочка, которую мы уже покрестили, которая уже полноценный наш, так сказать, член семьи, который уже нам ставит условия, и мы идём на всё, только бы она улыбалась нам. И мне очень хочется сегодня поздравить с этим праздником замечательным Днём защиты детей, чтобы наши детки чаще улыбались, чтобы они получали положительные эмоции, чтобы были здоровы, самое главное, и чтобы они росли в большой любви. Вот это очень важно. Ну вот рождение, поздравляем ещё раз с рождением внучки, она замечательная, очень красивая девочка, обаяние просто такое сплошное, в бабушку, наверное, да? Да, она, по-моему, переплютит. Да, да, да. Вот, и, конечно, это самое главное событие года, вот мы согласны, что ничего нет прекраснее и важнее, чем ребёнок твой. Наша Мия скрасила нам этот год, просто скрасила нам. Ну а расскажи, пожалуйста, немножко о ней. Вот что она сейчас есть? Ей сейчас один с месяцем, да? Ей буквально через 10 дней год. О! То есть это ещё одно событие. У нас вообще этот год юбилейный. Мия исполняется год, у моей Даши юбилей, и у Дашиного мужа юбилей, то есть у нас сплошные-сплошные юбилеи. Девочка очень любознательная, перпетумобилей, на месте не сидит вообще. Если, например, представите ребёнка, который играет с игрушками, здесь же нам надо исследовать все территории. И она, конечно же, очень эмоциональная девочка, она улыбается всем. Вот везёшь её в коляске, а за тобой какой-то человек идёт, ну, прохожий. Она ему уже строит глазки, улыбается, у этого человека поднимается настроение. То есть там такой позитив, такой комочек чего-то такого с жаждой жизни, с какой-то сумасшедшей. Меня это очень радует. Ну, спасибо, что ты делишься своим счастьем. И вот сегодня нам окажется, что День защиты детей – это всё-таки всё равно День мам. Тань, ты очень хорошая мама, мы это знаем. И то, что пишет твоя дочь, вот мы можно с этого начнём, да? Дочь Даша, тебе. Это, конечно, дорогого стоит. Можно даже зачитаем? То есть это то, что дочка написала в Фейсбуке к Таниному дню рождения. Какие красивые слова. Философ моей жизни, моя единственная неповторимая, моя нежная и ранимая, моя сильная и волевая, моя добрая и щедрая, моя смешная и уникальная, моя подруга, та, без которой я не я. Это твой первый день рождения в новой роли, с которой ты справляешься феноменально. Ну вот, после рождения внучки, да. Это твоя девочка, которая получила твою энергию и любовь к жизни. Я тобой горжусь. Гори ярко и никогда не перегорай. Я всегда буду твоим предохранителем и щитом. Будь самой счастливой, здоровой, спасибо, мама. Ну, в общем, вот эти слова, даже когда их читаешь, то как-то так слёзы наворачиваются немножко. А я всегда плачу. Ну вот маме получить такое от дочери, это, конечно, дорогого стоит. И поэтому вот прямо у нас программа начинается с таких вот поздравлений и пожеланий счастья. Татьяна только что всем пожелала, и мы тоже всей вашей семье желаем счастья. Ну, потому что надо нам умножать как-то какую-то радость и позитив в эфире. Да, вот и следующий вопрос такой будет, что не только в эфире и за эфиром, что сегодня важно делать, о чём помнить? Потому что, ну, как-то вот жизнь-то не очень сильно радует, если так посмотреть, да, объективно. Но всё равно в наших руках очень многое. Татьяна, вот как ты считаешь? Я считаю, что нужно жить каждым днём, каждой минутой. Вот наслаждаться и искать счастье в малом. Вот в том, что мы сейчас можем увидеть, понимаете? Даже вот в этих обстоятельствах. И я это реально поняла, потому что, когда нас так долго удержали в каких-то рамках, то всё равно мы находили удовольствие и радость в чём-то в том, что мы все время видели и с какими-то, я не знаю, там, случайными встречами, где-то с людьми, с близкими себе людьми, на улице, или там где-то по телефону, или опять же вот так, как сейчас общаюсь я с вами. Поэтому, дорогие мои, никто не знает, что с нами будет. Поэтому живите сегодняшним днём. Наслаждайтесь, радуйте себя. Если, я не знаю, там есть желание что-то себе купить, купите, не откладывайте это на долго. Кого-то увидите, не откладывайте это на долго. Никто не знает, что с нами будет завтра. Поэтому вот мое такое вот, такой вот месседж, такой посыл, чем вот именно такой. А я всегда очень люблю какую-то мысль переключить на нынешний момент. Если мы говорим о сегодняшнем дне, о сегодняшнем моменте, дорогие радиослушатели, если так получилось, что вы слушаете нашу программу, а программа посвящена помощи девочке, 17-летней Зана из Сигулды. И дело сегодняшнего дня, мы можем немножечко помочь её... В её судьбе поучаствовать. Да, поучаствовать, помочь маме, собрать средства для того, чтобы девочка поехала в Штутгарт на обследование с назначением лечения, чтобы просто спасти ей горло и голос. И наш телефон 9306384 – это евро 42. Тот, кто, может быть, планирует пойти в магазин, но видит какую-то очередь и идёт мимо, а вот сделайте звоночек. Вместо этого это евро 42. И кто может поучаствовать как-то перечислением, то реквизиты банковские опубликованы на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа». Там размещен рассказ о Зане с её фотографиями. Чудесно, очень красивая, хорошая девочка. Да, и мы прекрасно понимаем, что сейчас время трудное очень у многих. Кто может не пройти мимо, тот не пройдёт мимо. И если просто человек хочет пожелать что-то доброе, запустите просто эту мысль в пространстве. То есть это дело абсолютно добровольное. И мы, в общем-то, делаем это для себя. Потому что когда ты что-то хорошее… Я тоже очень хочу сказать. Вы знаете, когда вы говорите про то, что она теряет голос, я как актриса, как профессионал, мне сразу становится больно в горле. Потому что я представляю, что это такое. И я тоже хочу выразить, так сказать, дорогая Зана, поверь, всё будет хорошо. Тебя сейчас слушают очень много людей, которые обязательно откликнутся. И Евро-42 никого не спасёт, поэтому, пожалуйста, спасёт девочку. Поэтому, товарищи, давайте все мобилизуемся и поможем этой прекрасной 17-летней девчушке, красавице-принцессе. Я только за. – Действительно, красавица и принцесса. 9-3-0-6-3-8-4. Наш телефончик, евро 42 цента, звонок. Меньше чашечки кофе. Это у нас традиционная такая присказка к этому. Сейчас у нас через минутку будет небольшой перерыв на рекламу. Уже полпрограммы прошло, между прочим, почти. И мы просто… – С вами время летит независимый. – С вами время летит. И в следующей части программы поговорим о театре и о других ещё вещах важных. А сейчас просто мы успеем, наверное, озвучить итоги предыдущей недели, потому что на прошлой неделе у нас такая была тема. Мы рассказывали о том, что организуется в Латвии лагерь «Лето бабочек» для детей с особенностями в развитии, для детей с проблемами в развитии. И на организацию этого лагеря, ну, тоже понимаете, что не хватает денег. Это вот ясно, потому что там работают волонтёры, там все, кто может, всё делают бесплатно, но есть такие вещи, которые надо оплачивать. И вот за неделю, спасибо всем огромное, было собрано 2738 евро, и сделано было 708 звонков на сумму 1005 евро. То есть этот лагерь несколько дней будет проходить, туда приедут дети вместе с родителями. И для родителей это будет возможность просто такого переключения совершенно в другой мир. Для детей это какая-то сказка и чудо, они вспоминают потом целый год, потому что дети в колясках, и приезжают со здоровыми братиками, сестричками. То есть вся семья будет там участвовать. Мы вообще с Ольгой считаем, что таких лагерей надо делать много и больше. И какое-то государственное участие бы хотелось тоже там видеть, потому что, конечно, люди у нас потрясающие в Латвии. Это главное богатство страны, и они огромные молодцы. И это даёт силы жить и верить, что у нас всё-таки всё будет хорошо. И вот этот лагерь, он состоится. И мы желаем, чтобы вообще вот эта тема даже не возникала потом, чтобы всегда хватало средств на такие вещи. Организует этот лагерь традиционно команда замечательных людей из организации Паладзе Семэлвы. Замечательные. Там девушки работают, мы их лично знаем, и лично знаем многих детей и мам, которые ждут вот этого лагеря, как просто самого главного праздника в году. Так что спасибо всем, кто откликнулся. Через несколько минут буквально мы продолжим. Оставайтесь с нами. Радио Болткова. Ну вот, мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что наша гостья сегодня помогает нам включать зелёную лампу актриса Татьяна Лукашенкова. Вот она, мы её видим. И должны сразу комплимент сказать, что, Татьяна, ты очень замечательно просто выглядишь. И, честно, нам тебя очень не хватает на сцене и какого-то близкого общения. Не хочется там выжимать опять эмоции какие-то, да? Ну, это так, это факт. Поэтому давай поговорим о театре. Что происходит вообще у вас? Как, что? Таня, а скажи, пожалуйста, когда ты была на сцене последний раз? Я была на сцене последний раз в конце октября. Ну, перед тем, как мы нас всех закрыли. И я одна из немногих, которой удалось поиграть всё-таки, да? То есть мы успели поиграть что-то. И летом я сыграла 15 спектаклей. И свои любимые хулиганы, местные хулиганы, которые мы отдавали зрителям. И я играла это на большой сцене. И это было замечательно. Ну, а потом вот я уже, грубо говоря, с конца октября на сцену не выхожу. Ну, не только ты. Конечно, не только я. Все актёры, понятно, что... Но в театре идёт процесс. К сожалению, я пока в тех спектаклях, которые репетируются, не занята. Но сделано уже, в принципе, 4 проекта. То есть 2 спектакля малой формы. И 2 таких хороших концерта. Один – это сольные концертники Плотниковой. И второй – это спектакль «К юбилею Раймонда Паузова». Катю Фролова сейчас вот сдали буквально на днях спектакль «Мама». Это почти моноспектакль. Но там есть и другие актёры, которые прекрасно работают. Это спектакль замечательный. И ещё один проект. Я, к сожалению, не помню, как он называется. Но он такой танцевально... Как бы танцевально там и стихи читают. Это они и поют немножко, и танцуют. Там два наших актёра. Саша Маликов и Виталий. Таня, а что за проект чуть-чуть подробнее к юбилею «Маэстро»? Это очень интересно всем. Это будет спектакль. Я пока не знаю, как он будет называться. Но он в августе премьера, в котором заняты актёры наши. И это будут песни из его спектаклей, которые были на нашей сцене. И там будут разные формы. И попурили, и просто отдельные песни. Я думаю, что это будет очень интересно. Актёры там и танцуют, и поют. Так что у нас зритель очень любит музыкальные спектакли. Поэтому я думаю, что когда откроется театр, то зрителя порадуют замечательными такими вот музыкальными проектами. Ну вот немножко какое-то сюрреалистическое такое состояние. То есть там что-то происходит. Идут репетиции, выпускаются новые спектакли. А зрителей нет. А зрители сидят, ждут, но они не попадают в театр. Вот, конечно, мы сейчас только можем пожелать всем соединиться, актёрам и зрителям. И чтобы всё-таки вот это вот закончилось непределённое сюрреалистическое. Конечно, да-да-да. Конечно, уже рассматривается репертуар. Там на июль идёт процесс вакцинации. И, собственно говоря, я думаю, что когда это всё закончится, я имею в виду, что те актёры провакцинируются, тогда уже можно будет думать о том, о открытии театра и так далее. А это очень скоро всё случится, я думаю, так. Таня, а как это чисто технически организовано было для участников репетиции? Вот эта социальная дистанция, маски? Маски, да, конечно. Ну, они когда репетировали, нет, но актёры каждый вторник сдавали тест на коронавирус. Каждый вторник они приходили, сдавали тест, приходил результат, и они шли на репетицию. Вот таким образом. Но, естественно, никакие посторонние люди не появлялись в театре, только те, кто занят в одном проекте. Если ты занят в одном проекте, значит, ты не можешь быть занят в другом. Ну, там как-то так. Ну, в общем-то... Ну, вот смотри, мы сейчас тебя очень прекрасно видим, и свет, и звук, и цвет, и сюжет, что называется, да? Есть такая возможность, если это нам... Мы не договаривались заранее, если там хочешь нам что-то почитать, мы с радостью... Да, я хочу. Вот мы так и знали. Мы с радостью... Я же не могу так, чтобы ничего не почитать. Такой сюрприз делаем. день защиты детей. У меня есть одно стихотворение, которое мне очень дорого. Я с ним поступала в театральный институт, оно... Это Константин Ван Шенкин, «Мальчишка». Мне кажется, оно такое доброе, светлое, и я его хочу сегодня прочитать. Оно достаточно длинное, но я его попробую прочитать побыстрее. Он был грозой нашего района. Мальчишка из соседнего двора. И на него с опаской, но влюбленной, окрестная смотрела детвора. Она к нему пристрастие имела, поскольку он командовал везде. А плоский камень так бросал умело, что тот как мячик прыгал по воде. В дождливую ясную погоду он шел к пруду, бесстрашный, как всегда. И посторонним не было проходов. Едва он появлялся у пруда. В сопровождении преданных матросов, товарный, как пиратский адмирал, мальчишек бил, девчатка таскал за косты, и чистые тетрадки отбирал. В густом саду устраивал засады, играя там с мальчишками в войну. Но как-то раз увидел он из сада девчонку, незнакомую одну. Она перед ним в нарядном платье белом стояла на весеннем бицерке с коричневым клеенчатым партстелем и маленькой чернилицей в руке. Сейчас мелькнут разбросанные книжки, не зря же его боятся, как огня. Но вдруг она сказала, там мальчишки, ты проводи, пожалуйста, меня. И он от изумления, немея, совсем забыл, насколько страшен он, загнул вперед и замер перед неем. Ее наивной смелости высажен. А на заборе бряхлом повисая, грозясь сломить немедленно его, в отца до адмиральская босая глядела на героя своего. Лебели на землю солнечные пятна. Ушел здесь чем-то рядом командир. И подчиненным было непонятно, что это он из детства уходил. Спасибо. Спасибо, браво, браво. Оно такое-какое-то очень доброе стихотворение. И я его всегда, кстати, рекомендую своим студентам, с которыми я иногда работаю индивидуально. Поэтому я его люблю. И я хотела вам его сегодня подарить в этот день. Спасибо. Таня, а о детях и внуках. Вот скажи, пожалуйста, считается, что внуков любят больше, чем детей? Или как-то по-другому? У каждого свой опыт. А вот ты себя на чем ловишь сейчас? Девочки, это тема, которую я не могу не охватить. Я просто ждала этого вопроса. Если бы вы мне его не задали, я сама бы вам про это рассказала. Вы знаете, когда рождаются наши дети, нам надо их поддерживать, работать постоянно, чтобы у детей все было. И мы, может быть, какие-то вещи упускаем. Ну, по крайней мере, так было у меня. Я, конечно, отдавала ей все, что могла, но в то же время я вынуждена была работать. Но и где-то, может быть, обделяла ее своим вниманием. Я очень переживаю по этому поводу сейчас. Но когда родилась Ния, это какая-то любовь отличная от всех любовей вообще, которые существуют. Это что-то другое совершенно. Это ну, я не знаю, это любовь дослез. Когда ты смотришь на нее, у тебя глаза частью наливаются с призами. И ты готова для нее сделать все. Это, конечно, любовь, которую я не могу сомнить ни с какой-то другой любовью. Вот так. Таня, а ты недавно на своей страничке ты делишься какими-то мыслями, там, цитатами, фразами, которые ложатся на душу. А мы читаем. Да, ставишь их на своей страничке в фейсбук. И тебе нравится рецепт счастья от Вячеслава Полунина. Он такой, я понял, почему я всю жизнь счастливый. Когда-то я решил, что весь мир не переделаю, но вот тут на трех метрах вокруг себя, пожалуйста. И получается, что я всегда в середине, всегда в счастье, всегда среди друзей, всегда в радости. А вот у тебя, скажем, твой какой-то личный рецепт счастья. Что для тебя счастье? Ну, конечно же, это моя семья, мои дети, моя Мия, это, конечно же, моя мама, моя тело, это мое счастье, это моя семья, это мой мир. А еще, конечно, очень много мою семью оберегает и обрамляет тот круг людей, тот круг моих друзей, я вам навсегда. за эти много лет я очень много получаю от них любви. Но я им тоже ее отдавала. И это как-то сейчас саккумулировалось. И, вы знаете, я очень счастлива, что у меня есть такие близкие люди, которые меня любят, дарят мне теплом, уютом и свое прекрасное ко мне отношение. И это меня очень греет. Ну, конечно же, театр тоже. Боже, театр, без которого я тоже жить могу. Вот три составляющие еще счастья. Семья, друзья и театр. Да, вот в общем, в первую очередь люди, конечно, да. И театр, это тоже люди. И зрители, и коллеги. У нас возникли какие-то наши самые девочки помехи со звуком. Это самое главное богатство в нашей жизни. Сейчас еще немножечко... Я слишком дергаюсь, нет? Что-то такое немножко... Куда-то уплывет звук. Сейчас пробуем еще продолжить целенаправленно, говорим в микрофон. Так, мы напоминаем, что сегодня вместе с Татьяной Лукашенковой включаем программу «Зеленая лампа» для 17-летней девушки Заны. Мы встречались, мы ездили в Сигулду, чтобы встретиться с этой семьей, и познакомились с мамой, с Анитой. И там вообще история семьи, вот если говорить о детях, да, о детском празднике сегодняшнем, Дне защиты детей, то там, конечно, история семьи сама по себе тоже, это целая история. Потому что после рождения Заны, ну, мама все время занималась ею, а потом они решились на второго ребенка, и должна была родиться двойня, но один из детей погиб, и родился только один ребенок, второй. И вот у Заны есть младший братик, то есть представьте, сколько мама пережила, да, одна девочка больная на руках, которую постоянно нужно оперировать и лечить, вот, и второй ребенок. Но совершенно чудесная семья, у них такая любовь, вот чувствуется, они вместе там делают многие вещи, ходят на рыбалку в Заны со старшими, и друг о друге они заботятся, и постоянно вот этот младший братик, он тоже вот с сестрички постоянно помогает. В общем, очень хорошая семья. Я к чему это говорю, что хочется очень им помочь, чтобы у девочки, которая, смысл жизни этой семьи сейчас, да, потому что она болеет, потому что у нее пропадает голос, потому что у нее пропадает дыхание, проблемы с дыханием, очень хочется помочь, и для этого просто маленький звоночек сделать евро 42 цента за звоночек, 9300-6384. Это, в общем-то, несложно, а когда они соберутся вместе, это будет достаточно большая сумма, чтобы изменить жизнь этой девушки. И, конечно, для любой мамы, для любой бабушки, а у Заны, кстати, есть любимая бабушка, которая, ну, просто ее близкая-близкая подружка, и мечта, вот мы спрашиваем, какая мечта? Она сказала, что она хочет куда-то еще раз съездить с бабушкой, потому что, когда она была маленькая, она ездила с ней, по-моему, в Словакию, и у нее такие остались воспоминания, что именно с бабушкой, с бабушкой, со своей подружкой, да, она хочет куда-то съездить. Еще очень смешная деталь, мама нам рассказала, мы говорим, о чем она мечтает, товарища Заны, она говорит, она вообще в детстве мечтала о белом коне, чтобы у нее был настоящий белый конь, и очень уговаривала маму убрать все с балкона, чтобы там поместился этот конь. Ну, вообще такая принцесса по натуре, вот как родилась, она и выглядит как принцесса, и очень мечтательная такая девочка, любит уходить Гауи в Сигулде, там, да, и сидеть на берегу, смотреть на бегущую воду, молчать, мечтать, такая вот красавица. И мечтать теперь, наверное, уже, о принце найдем. Да, да, да. О принце. Принц тоже есть рядом, он ее поддерживает и очень помогает вот пережить сейчас вот этот шок и стресс от того, что ее напугали, что только трубку надо вставлять и жить дальше с ней, но нет. Все-таки мы всегда говорим о том, что не потому, что у нас плохие врачи или вот очень плохая там какая-то у нас медицина или здравоохранение, просто действительно Латвия очень маленькая страна, и просто по статистической формуле, но нет у врачей такого опыта лечения заболеваний, какой может быть в клиниках более крупных странах, которые имеют более такой расширенный и современный опыт. Поэтому вот есть шанс в Германии. Таня, вначале ты сказала, что вы недавно крестили малышку, да? Какие эмоции, ощущения? Где это проходило? Это происходило в Юрмале в Новой Церкви. Да, в Дзинтере, да? Там совершенно потрясающий батюшка отец Андреев. И все прошло очень замечательно, когда мы начали обряд крещения, мед был прополучен застанула на руках. И просто по ладным моментам, когда ее уже нужно было окунать в кухне. Там, естественно, ее начали раздевать. У меня было совершенно потрясающее платье, которое есть специально с Кристином шили. Шила мама моей подруги, которая вот крестная у меня. Вот. Она была необыкновенно красива. Она, конечно, показала потом свой голос, он прекрасный, солнечный. И я очень довольна, что это произошло. Пусть ангел хранит и хранит ее всю ее жизнь. Вот, да. Желаем того же, чтобы все будет хорошо у этой малышки, и чтобы она росла счастливой и здоровой, главное. И всем детям этого желаем. Да, это самое главное. Это самое главное. Ну, вот поговорим, что, о праздниках. Сегодня, ну, в принципе, ну, как, это праздник, да? Праздник для всех, потому что, во-первых, если даже не у всех есть дети, то все были детьми, да? То есть, это такой повод как-то подумать о своих каких-то таких глубинных, личных, человеческих вещах. А вот актриса Татьяна Лукашенкова о праздниках. Вот есть Татьянин день, 8 марта, Новый год, Старый Новый год, День театра. У Татьяны Лукашенковой какой любимый праздник? Вообще, на самом деле, мой любимый праздник это мой день рождения. Вот, почему-то так и думала, да. Да, потому что в этот день я могу собрать самых близких своих людей, пообщаться с ними, может быть, с кем-то один раз в год, потому что люди заняты и сложно как-то что-то придумать. А хотя, с другой стороны, если посмотреть, то для Татьяны Лукашенко был бы повод и все праздники будут прекрасны, потому что их праздновать, и я не знаю, для меня я люблю праздники, потому что они мне продлевают жизнь, они мне помогают справиться, может быть, с какими-то невзгодными урядителями и так далее. Отвлекают меня. Как всегда, это бывает на празднике бывает общение, радость, юмор, шутки, шарабы, конкурсы. Ну, вы понимаете. Да, да, умение создавать праздник это твое, Таня, это мы точно знаем. То есть всегда, когда Татьяна, вот знаете, эта программа повод наговорить просто очень хороших слов, и вот я считаю, что надо, как вот пришла в голову мысль хорошая, надо сразу ее озвучивать, вот мы ее и озвучиваем. То есть когда Татьяна где-то появляется, а мы ее знаем и лично, и по нашим проектам, по «Зеленой лампе», она всегда поддерживает любую движуху, вот все, где что-то хорошее можно сделать, и лично выступить, она всегда поддерживает. Поэтому ты сама человек-праздник. Вот это да. Спасибо, девочки. Я очень поскучилась по этому, поэтому я, и опять же, в свою очередь всем желаю праздника, чтобы праздники возникали вдруг неожиданно. Опять же, из каких-то мелочей, но тоже появлялся праздник. И чтобы у нашей девочки Заны, о которой мы сегодня говорим, тоже было больше праздника, чтобы она не отчаянила, если я верила только в хорошее и в милосердность людей. Она всегда верит в самое лучшее, когда она в себе и приезжает. Знаете, там есть еще такой интересный трогательный момент в истории Заны, когда она лежала в больнице, проводили конкурс. Дети сочиняли сказки, и лучшие сказки отбирали, иллюстрировали и издавали в виде книжечки. И вот нам показала мама книжечку о Зане. Книжечка на обложке «Русалочка» и сюжет про русалочку девочка сочинила. Почему про русалочку? Ну, мы помним сказку, что русалочка, она не могла говорить, да, и она не могла... Она подала свой голос. Да, и она не могла дышать. То есть, в принципе, это вот ребенок придумал. Про нее. Про нее. И эта русалочка, она жила в Северном море, и она дружила с плюшевыми... Ой, с этими... с северными медведями, с белыми, да. И концовка такая, что потом русалочка, для того, чтобы избежать вот этих черных водорослей, которые на нее там нападали, она вдруг просыпается в детской комнате, в спальне, рядом с ней плюшевые белые два медведя, те, в которых она дружила, когда она жила в этом холодном океане. И у нее любящая семья, и друзья, и вот такой хэппи-энд. И мы желаем, чтобы история Заны в реальности тоже была с хэппи-эндом. Она и будет с хэппи-эндом. Да. И просим вашего участия сделать один звоночек 9306384. Это счет от телефона прикреплен к благотворительному счету, который специально открыт в фонде Be Open для оплаты клиники в Штутгарте. И, надеемся, что все будет хорошо, и банковские реквизиты на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Да, ну вот наша программа подходит к концу. С нами сегодня Татьяна Лукашенкова, и мы о счастье говорили, о любви, о детях, о театре, не говорили о глобальных проблемах. Татьяна, ну давай вот в заключение просто попросим тебя продолжить фразу. С каждым годом жизнь становится все более интереснее. Мягко сказано. Ну и что мы должны? Вот для чего даже нам... Интереснее, наверное, нет, с каждым годом жизнь становится все непредсказуемой. Она непредсказуемой. Я не понимаю, что может происходить. в следующий раз. Честное слово, уже не понимаю. Ну а зачем нам этот опыт дается? С оптимизмом. Не побоюсь этого слова. И с верой в то, что от нас что-то зависит. Только с верой. Да, и пусть все будет хорошо. На этом наша программа подходит к концу. мы желаем всем оптимизма, потому что все мы сейчас в одной лодке. Да. И напоминаем, что с нами была актриса Рижского русского театра Татьяна Лукашенко. Это была программа «Зеленая лампа». Вели ее Ольга Авдевич и Рита Трошкина. Всего вам доброго и до следующего вторника. Спасибо. Я желаю всем всего хорошего. Спасибо.